МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которые состоят в том, что есть три всеобъемлющие такие философские системы, которые созданы за всю историю человечества. Какие это философские системы? Одну всеобъемлющую систему, которая претендовала на то, чтобы всё объяснить, весь мир. Такую систему создал Аристотель. Это аристотелевская система и, соответственно, аристотелевская логика. Поскольку логика – непременный элемент или системообразующая звено всей этой системы. Вторая система всеобъемлющая, которая на большом расстоянии временном отстоит, поскольку Аристотель жил в древние века, и Гегель жил уже и публиковал свою работу по философии в XIX веке. Наука логики вышла в 1812 году. Вторая философия всеобъемлющая – это философия Гегеля. Гегель построил систему объективного идеализма и рассмотрел там все проблемы, которые стояли перед науками естественными и общественными со своих идеалистических позиций. И несмотря на свою идеалистическую позицию, он сумел разработать новую логику, которая называется диалектической логикой. И вот диалектическая логика является собой связывающее и такое звено для всех его других философских работ и всех других философских результатов. Следующей и последней системой, которая на сегодняшний день, и самой совершенной системой, которая на сегодняшний день есть, я упор делаю на том, что она всеобъемлющая, является диалектико-материалистическая система исторического материализма Маркса и Энгельса. Ясное дело, что уже Гегель использовал аристотельскую формальную логику. Без формальной логики нельзя вообще ни одно противоречие изобразить, потому что противоречие даже по самой структуре этого слова – противоречие. То есть сначала одно говорится, а потом говорится прямо противоположное. Поэтому противоречие можно выразить только двумя формально противоположными утверждениями. И, скажем, до этого Аристотель до понимания того, что надо взять в единстве прямо противоположное, не дошел. А Гегель дошел и не просто дошел, а на этом построил новую систему диалектики, в которой такого правила, что не допускается рассмотрение чего-либо противоречивое, либо есть А, либо не А, и третьего не дано в аристотелевской логике. А в Гегелевской есть и А, и не А. И только так. Не бывает такого, чтобы было только А, а не бывает такого, чтобы было только не А. Есть обязательно и А, и не А. Ну а что касается самой формы диалектики, поскольку это система объективного идеализма, то она содержит представление о том, что вот есть некая абсолютная идея, эта абсолютная идея развилась до материального мира, материальный мир развился до человека, человек познает этот материальный мир, и познавая материальный мир и самого себя, он тем самым познает абсолютную идею. И тогда получается, что абсолютная идея познает самоё себя и приходит снова к самой себе. И этим завершается, так сказать, Гегелевская система объективного идеализма. Вот мы уже говорили о том, что Фейербах своим выступлением «Сущность христианства» он разрушил представление о Гегелевской системе как вершине всего и показал, что более прогрессивным является точка, более прогрессивным является точка зрения материализма. Но, в отличие от Гегеля, у которого абсолютная идея такая творческая, которая создаёт мир, создаёт самоё себя, и абсолютная идея есть единства, идеи познания, отражения мира и идеи его преобразования, то у Гегеля, так сказать, материализм ущербный. Он созерцательный, а не созидательный. То есть он правильно отражает, показывает, что в сознании отражается мир. С этой точки зрения он объяснил её религию, поскольку она есть отражение того мира, в котором живёт человек материального, в котором он находится. Но в ней нет преобразующего начала созидательного, который присутствует для лексики Гегеля. Зато он повлиял на Маркса и Энгельса, которые до этого были молодогегельянцами, и они восприняли диалектику Гегеля. И в то же время они восприняли и материализм Ирбаха. Им удалось построить сначала систему диалектического материализма, а потом довершить её тем, что они рассмотрели не только мир природный, но и мир общественный. И показали, что нельзя ограничиваться только одним правилом или одним постулатом, что материя кривична, а сознание вторична. По отношению к обществу дело обстоит таким образом, что общественное бытие определяет общественное сознание. И вот эта позиция о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, тут уже не о первичности говорится, а просто о том, какая сфера, какую сферу определяет. Под общественным бытием понимается общественное производство. Общественное производство – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством неё. И вот благодаря тому, что Маркс и Энгельс сумели объяснить общественное явление на основе вот этой основной посылки материализма, применённого к истории, они создали целое новое направление, а именно исторический материализм и другими словами материализм, применённый к истории. Ничего тут такого нового нет. Если вы идеализм применяете к истории, что у вас получается? Исторический идеализм, правильно? А если вы материализм применяете к истории, получается исторический материализм. И вот тогда материализм оказался тоже всеобъемлющим у Маркса Энгельса. Материализм охватывает все сферы и сферу идей, и сферу логики, потому что только логика уже получается не просто диалектическая, а диалектико-материалистическая, что эта логика не выводится из идеи, а наоборот она выводится из материального мира, и она является отражением этого материального мира, с одной стороны. А с другой стороны, диалектический материализм Маркса Энгельса сохранил вот эту преобразующую роль человека, общественного сознания. И тем самым вот то, что удалось Гегелю сделать так, что вся идея абсолютная, идея теоретическая и практическая, идея отражения мира и его преобразования, она нашла свое выражение и в системе исторического материализма Маркса Энгельса. И поэтому эта система Маркса Энгельса тоже является всеобъемлющей системой, и является системой диалектического и исторического материализма. Вот наличие всеобъемлющей такой системы, наиболее развитой и наиболее современной, которая является марксизм, оно позволяет давать оценки другим концепциям, которые в том или ином отношении могут какие-то моменты развивать, а от каких-то наоборот отступать или быть в чем-то ошибочными, потому что развитие философии не идет таким образом, что просто одна какая-то система сменяет другую. Может быть, больше никакой всеобъемлющей системы никогда не будет, потому что в науках создание системы науки – это редкость и роскошь. Редкость, потому что некоторым наукам удалось систему создать, вот физике удалось создать две системы Ньютона и системы Эйнштейна. Химии, вот кроме системы элементов Менделеева, никакой другой системы и не создана, такой, которая бы позволяла вообще заранее даже предсказывать, какие есть еще элементы, хотя их еще и не нашли. Вот что такое система, в чем ее величие по сравнению с отдельными какими-то наработками. Ну а в философии к настоящему времени три есть системы, и вот в этом случае система диалектического и исторического материализма представляет собой венец развития философии. Это не значит, что отдельные философские направления не будут развиваться вне, так сказать, этой системы, может быть, даже и независимо от этой системы, и при всяком философском размышлении может быть найдено то, что в той или иной степени эту систему действующую подкрепит или наоборот критически подправит ее. Вот с этих позиций, с позиций вот таких трех всеобъемлющих систем, мы можем смотреть на самые разные течения философской мысли, которые представляются разрозненными. Один об одном говорит, исследует одно, другое о другом. Это связано, может быть, со специальностью того человека, который начинает философствовать, то есть переходить от каких-то частных моментов более общих, или связано с его положением, или связано с его пристрастиями, ну, отсюда вот и такой калейдескоп всяких философских течений, которые я сейчас буду называть, и мы будем обзор такой делать. Ну, и сложно это излагать, потому что каждая система, может быть, изложена гораздо более подробно, чем я о ней буду говорить, а с другой стороны, значит, такого у нас задачи наиболее подробно сюда вдаваться тоже нет, потому что это вопрос описательный, изложение системы, потому что в данном случае я выступаю тогда не как показывающий логию, так сказать, какого-то творения, а как человек, который излагает то, что написано. И сами понимаете, это и излагать можно по-разному, и это, в общем, просто передача, так сказать, вторичная передача какого-то знания из другой стороны, и воспринимать это не очень здорово, потому что получается, что мы какую-то довольно сложную там, здесь, картину философского излагаем, так сказать, несколькими мазками. Но тем не менее, значит, задача вот наша с вами, именно потому что присутствующий не является специалистами философа, ну, такой вот, так сказать, для себя в картину знать, о чем думают философы. Вот надо как к этому относиться. А если у вас будет необходимость какое-то направление более глубокое учить, возьмите литературу и изучите, тогда, когда в этом будет потребность, и нет, не будет потребности, значит, вы будете оставаться с тем, о чем я расскажу, пока не встретитесь вот с соответствующей необходимостью. Потому что, когда человек приступает к работе, потом уже, когда он уже перестает быть студентом, ему приходится самому раздобывать там дополнительные знания, но для того, чтобы ему легче найти, он должен видеть какую-то общую картину. Вот это задача, поэтому и этого курса, почему он такой достаточно большой, обширный курс философии, что он, кроме выведений логических, которые у нас еще будут впереди, он дает еще общую такую картину философствования, которая есть в современном мире. Ну вот, можно говорить даже о некоторых модных направлениях. Например, вот можно говорить об иерационалистической философии 19 века в связи с личностью Зигмана Фрейда. Вы, наверное, слышали о фрейдизме. Фрейд жил в 1856-1939 году. Он австрийский врач, психолог, основоположник психоанализа. Он разрабатывал категорию бессознательного. Ну, все знают, что есть сознательное, а есть бессознательное. Как вы понимаете, у нас процесс пищеварения или процесс регулирования деятельности сердечной мышцы проходит не так, что мы даем указания сердцу сжиматься и толкать куда-то кровь. То есть есть процессы, которые, ясно, что они регулируются мозгом, но непосредственно в нашем сознании не выражаются. Ну, с другой стороны, раз мозг – это нечто единое и целое, значит, в нём таких непереходимых граней между теми клетками, которые отвечают за сознание, и теми, которые занимаются управлением процессами, не проходящими через наше сознание, они находятся в единстве, и поэтому нет такой непереходимой грани между бессознательным и сознательным. Поэтому то, что является сознательным, может переходить в бессознательное, и бессознательное, может переходить в сознательное. Вот развивая свои взгляды, настроение психики, Фрейд пришёл к выводу, что пространство психики, хотя слово «пространство» я бы не употреблял, что это за такое пространство, вместо того, чтобы сказать, что психика, говорят, пространство психики, как будто есть особое пространство психики. Никакого особого пространства психики нет, есть психики. Включает три инстанции – бессознательное, предсознательное и сознание. Понятное дело, что вот это предсознательное и выполняет роль границы между бессознательным и сознанием. До Фрейда бессознательное толковалось как то, что несознательно. Фрейд доказал, что бессознательное делено своими собственными свойствами, в нём сосредоточены унаследованные психические образования, аналогичные инстинкты животных, а также всё то, что было выяснено в течение жизни индивида, как недопустимое по своей природе, а по сути, ничем не отличающееся от унаследованного. Предсознательное является посредником между сознанием и бессознательным. Это ещё не сознание, хотя актуализация воспоминаний может сделать их осознанными, но и не бессознательное, так как оно не отделено от последнего цензуры барьером вытеснения. Позднее Фрейд сформулировал принцип удовольствия, которому подчиняется деятельность бессознательной, и принцип реальности, которым руководствуется предсознательная. Ну вот я думаю, мы с вами говорили о деятельности, скажем, управлении движением, или работой кишечника, работой других систем организма, работой сердца. Но я не думаю, что мы сюда применим принцип удовольствия, потому что как можно говорить об удовольствии, если мы говорим об бессознательном? Об удовольствии можно говорить тогда, когда это чувство проявляется вовне, то есть не является просто бессознательным. Поэтому и к этому учению тоже нужно относиться критически. Это вот то, что писал сам Фрейд, но это вовсе не значит, что всё, что он писал, выдерживает, так сказать, такую строгую философскую критику. Сообразуясь с реальностью внешнего мира, предсознательная сопротивляется асоциальным, сексуальным, эгоистическим желаниям, инстинктам, стремящимся проникнуть в сознание, и вытесняет их обратно в бессознательное. В начале 20-х годов теория личности Фрейда находит завершение в том виде, в каком она получила распространение и стала основой для более поздних последователей психоанализа. Пространство психики стало иметь следующую структуру – я, сверх-я, оно. Хотя, как вы понимаете, такое вот разделение противоречит вообще вот тому единству, на котором настаивал Гегель. Сознательное я является как бы полем борьбы двух сил. Оно, исходящее из биологической сферы влечения, и сверх-я – установка общества. Вот то, что называет Фрейд «сверх-я», на самом деле, раз это установка общества, а сущность человека – это общественные отношения, о чём говорил Маркс, то, конечно, это никакое не сверх-я, «я» – это самое главное «я» человека. Главное «я» – это его общественная сущность. Поэтому, конечно, Фрейд в своих произведениях, в своей схеме, он отступает и от такой вот диалектики, неразрывности разных моментов, и, с другой стороны, он не воспринял идею о том, что сущность человека в общественных отношениях. Поэтому в 1911-1913 годах учениками Адлером, Юнгом и так далее были другие позиции выставлены, и психоаналитическое движение было разорвано на отдельные части, на отдельные течения, и, собственно, перестало быть столь ярким, столь, кажущимся, столь глубоким, но сохранило по-прежнему своих приверженцев, тех, кто к нему обращается. Ещё можно назвать такие течения, как позитивизм, феноменология, герменевтика и экзистенциализм. Вот можно сказать, что это основная идея и принципы так называемой философии постмодернизма. Можно сказать, что вот такое слово употребления, постмодернизм, оно в искусстве присутствует очень часто, и к нему нельзя каких-то требований предъявлять, когда художник, который не философ, употребляет такие слова. Что такое постмодернизм? С точки зрения анализа такой формулировки. Модерн – это современное, правильно? В переводе на русский язык. А что значит постмодернизм? Это допускает две прямо противоположные троптовки. Ещё более современные, чем современные. Ну, так если оно более современное, чем современное, то его ещё нет. Постмодернизм. Просто нет. Правильно? Потому что модернизм – это современное, а пост – после. Его ещё нет. Поэтому никакого нет постмодернизма. Или другая трактовка. Пост – это прошлое. Прошло. Постмодернизм. Было современное, а теперь старьё. Поэтому ни с этой стороны, ни с другой стороны. Ну, что делать? Тем не менее, вот желание высказаться красиво, оно где-то превосходит то, что относится к анализу и к глубине размышлений. И вот такие высказывания есть. Что такое позитивизм? Позитивизм – название вроде бы хорошее. Позитивное – это же положительное, правда? Ну, а с другой стороны, если мы немножко проанализируем, вот что говорит диалектика в отношении положительного. Не бывает положительного безотрицательного. Ну, как можно говорить о положительном, не имея в виду отрицательного? Если вы положительные, то я отрицательный. Если я положительный, то вы отрицательные. Не может быть положительного без отрицательного. Тогда это никакое не положительное, а целое. Но, тем не менее, вот есть такое философское направление, основанное на принципе, что подлинное положительное знание не может быть получено лишь как результат отдельных конкретных наук и их синтетического объединения. А философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. То есть граждане видят единичное и не видят общего, не видят того единого, что это всё связывает. Создателем позитивизма явился французский учёный Огюст Конт. Первая классическая форма позитивизма представлена также именами Милля и Спенсера. Неопозитивизм возник на основе венского кружка – Карнап, Нейрат, Франк, Рейхенбах и другие. И есть постпозитивизм. Вот опять пост, этот пост, то ли позднее это позитивизм, после позитивизма, но не позитивизм, или постпозитивизм, какой-то особый, более развитый позитивизм. То есть также довольно туманная формулировка – общий термин для обозначения ряда современных западных философских течений, возникших в 50-е и 70-е годы XX века. В результате критики – ревизия неопозитивизма. К основным представителям постпозитивизма можно отнести Поппера, Куна, Локатоса, Феерабенда, Коэна. Ну и, так сказать, вот это течение существует, есть его приверженцы. Ну и, как во всяком учении, можно найти что-то и положительное. Не бывает такого, чтобы в каком-либо учении было бы всё неверно, а есть вот какие-то мысли, хотя они излагаются в системе, которая в целом не отвечает высоким требованиям. Экзистенциализм. Как вы понимаете, вот в названиях этих течений присутствует, ну, заведомо иностранное название, и люди, немножко, так сказать, изучавшие языки, могут легко расшифровать, что экзистенциализм от слова «экзист» – существование. Если мы обратимся к всеобъемлющей системе диалектики Гегеля, мы найдём термины и категорию существования во втором томе науки логики. Это существование, это восстановленное через сущность бытия. Сущность есть отрицание бытия, это снятое бытие, но в ней снова, поскольку оно снятое бытие, то бытие, которое снято, оно снова возникает, но возникает уже на основе, и на какой-то основе, и при определённых условиях. И тогда это уже не просто бытие, а существование. Вот экзистенциализм как раз возникает как такое течение, которое игнорирует связь этих понятий, которое демонстрирует, что эти люди незнакомы или неглубоко поняли Гегеля, и поэтому они выдёргивают одну эту категорию и строят на ней целую теорию. Это всё равно, что у человека вырвать там какой-то орган, и этот орган только один и изучать, и говорить, что вы тем самым изучаете человека. Конечно, у человека изучаете в какой-то мере, но через призму какого-то его звена. Ну, пятку будем изучать. И долго будем рассматривать все проблемы, там на пятке чего только не бывает, и шпоры там бывают, и кожа там твёрдая, и боли бывают пяточные, и мышцы есть, и прочее, и так далее, и кости там соответствующие. Ну вот, тем не менее, целое широкое течение такое появилось. Его представители в Германии – это Ясперс, Хайдеггер, который одновременно с фашистами немецкими, они воевали, а он как бы развивал свою вот эту самую философию, где цинализм и в дружбе с фашистским руководством. Во Франции это Сартер, Камю, Боуар. В нём различают религиозные и атеистические направления. То есть, оказывается, видите, как можно существовать? Можно на земле, можно на небе. Своими пришественниками экзистенциалисты называют Паскаля, Керкигора, Унамуна, Достоевского и Ницше. То есть, тут некое смешение деятельности научной и деятельности, связанной с искусством. Конечно, разные есть мысли у Достоевского, идеи у его героев, но мы прекрасно понимаем, что он, прежде всего, кто? Писатель. А писатель постигает мир, но как он его постигает? В образах, а вовсе не в понятиях. Поэтому постижение в образах не тождественно постижению в понятиях. Постижение в понятиях – это наука, а постижение в образах – это искусство. А постижение религиозное – это постижение земного мира, как мира, фантастически представленного на небесах. Это разные формы постижения. Ну вот, можно сказать, что вот эта теория, она есть некоторое позитивное выражение, некоторого негативного факта, что товарищи философскую или граждане и господа не освоили философскую систему Гегеля, вырывает отдельные кусочки оттуда и пытается на них построить целую философскую систему. Но это не получается. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирической, ни теоретической реальности. Не то, что оно есть, а чего оно не есть. Я, например, про то, кто вы не есть, могу очень долго рассказывать. Рассказать вам, что вы не это, не это, не вот это, не то и не то, и это будет до бесконечности. И я никогда не закончу. Поэтому, когда люди начинают так философствовать, рассказывать, что я не, сколько таких вот можно высказываний делать? Бесконечно много. Поэтому могут люди писать, разъяснять, почему вы не другой объект, и чем вы отличаетесь от всех других объектов, и всё это будет называться, так сказать, отражением, отрицанием. А совокупность всех отрицаний ещё не даёт ни одного утверждения. Ну, а отсюда получается, что авторы этой вот концепции экзистенциализма, они не восприняли это бытие как то, что есть. Гегель вообще просто говорит, в идее это то, что есть. И о никакой реальности не надо говорить, потому что реальность – это вообще не бытие. Реальность по Гегелю – это определённость. Определённость бывает положительная – это реальность, и отрицательная – это отрицание. А поскольку люди не знают Гегеля, или они оставили это в стороне и решили, так сказать, на гору не забираться, высокую, но считаться альпинистами, если они вошли только на холмик, то, естественно, они употребляют это неграмотно. Поэтому бытие, оно не выступает и как некая умопостигаемая сущность. Вот вроде как звучит философски, а на самом деле бытие никогда не выступает как умопостигаемая сущность, потому что сущность – это не бытие. Бытие – это то, что есть, а сущность – это снятое бытие. Когда мы углубляемся, вот человек, он как бытие – он кто? Животное. Ну, какое животное? Общественное, трудящееся, говорящее, разумное. Но как бытие – он животное. А сущность человека, а сущность человека общественная. Сущность человека в отношениях между людьми. Вот в чём сущность человека. А здесь, видите ли, оно не выступает как умопостигаемая сущность. Раз вы не можете умом постигнуть, зачем философскую? Философы, которые говорят, что эта сущность неумопостигаемая. Раз она неумопостигаемая, значит, не надо из себя философов изображать. Надо сказать, что мы отказываемся от познания. Ну, раз вы отказываетесь, вы никто в философии. Но это вот такая философская точка зрения, что мир непознаваемый, так и называется. Агностицизм. Гнозис – это знание, а А – это отрицание. Агностика. При этом, там, сказать, в обычной жизни бы этого человека побили, когда бы он вот так выступал. А в философии можно доказывать, что ничего нельзя познать и при этом быть философом. То есть он, раз ничего нельзя познать, значит, он ничего и не может и сделать. Раз он ничего не может сделать, зачем считаться философом? Да. Ещё. Сущность – это снятое бытие. А? Сущность – это снятое бытие. В системе Гегеля. Вот если вы возьмёте науку логики Гегеля, и, допустим, вы её не читали, а только глядите на неё, вот откройте и листаете, или даже не листаете, а начнёте рассматривать, а сколько там книг, и вы увидите, что в науке логики Гегеля есть два тома. Первый том – это объективная логика. Второй том – субъективная логика. В объективной логике – учение о бытии и учение о сущности. В субъективной логике – учение о понятии. Берём первый том – бытие и сущность. То есть бытие развивается, рассматривается, двигается, двигается, категория бытия усложняется, доходит до такой точки, когда вы кончаете рассматривать его поверхность и само бытие, и углубляетесь в сущность. Понимаете, что сущность не дана непосредственно. Вот вы на меня смотрите, я вот нахожусь в чёрном пиджаке и с красным галстуком. А какая у меня сущность? Это другой же вопрос, правильно? Вопрос о сущности – это не вопрос о том, как я выгляжу. И вопрос, так сказать, если я к вам применительно, это тоже не вопрос о том, как вы выглядите, как у вас сегодня настроение. Или как вы с утра встали, и что вам-то там привиделось. А сущность ваша в чём? О сущности – это гораздо более глубокое. Чтобы раскрывать о сущности человека, надо понимать, какую вы роль и место, которое вы занимаете в обществе, и готовитесь к чему. Вы же готовитесь к чему? Вы же хотите стать музеологом. Музеолог – понятие не личное. Музеолог – это некое понятие общественное. Один музеолог приходит, другой уходит, а музеология остаётся. Точно так же, как люди приходят в науку, делают, доказывают теоремы, разрабатывают какие-то теории. Наука остаётся, а люди, которые разрабатывают науку, они постоянно сменяются. Поэтому каждый учёный конечен и в этом плане, как бытие, как животное, он конечен и ограничен, а он, как учёный, бесконечен и безграничен, потому что он добыл истину какую-то, и тогда эта истина остаётся навсегда. Ну вот Евклид, он умер или не умер? Скажите, пожалуйста. Как животное, он, конечно, умер. Но вот теоремы Евклида геометрические, они что, перестали существовать со смертью Евклида? Нет, вот он их открыл, и по-прежнему все школьники во всех странах, по всему миру изучают Евклидову геометрию. Апифагор, который доказал теорему, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Он что, живой? Как учёный, он живой. В смысле, его учение, оно бесконечно и вечно. Никто, от того, что прошло много времени, более двух тысяч лет, от этого эта теорема стала не хуже, и она остаётся. Она как бы входит в фундамент человеческого знания. И поэтому человек, который занимается наукой, он тем самым притрагивается к этой сущности, имеет дело с этой сущностью. А наиболее тесно с сущностью общественной связанной, то вот музеологи-то как наиболее связаны с этой сущностью. Потому что они чем занимаются? Они, эти музеологи, должны заниматься развитием музейной деятельности. А это значит, что они должны собирать историко-культурное наследие, которое является наследием, уходящим в глубину веков. Правильно? То есть не то, что вам подавай последнее, современное, постмодернизм. Вам подавай чем дальше, тем ценней. Правильно? Раз. Во-вторых, изучать должны это. Раз вы изучаете, вы изучаете деятельность всех поколений людей до вас и делаете, между прочим, прогнозы на то, как это будет деятельность развиваться и в будущем. Правильно? Музеологи, они представляют себе, как будет развиваться общество, если они подходят к этому как музеологи. Ведь музеологи же изучают. А что значит изучают? То есть они увидят те тенденции, которые есть. Вот они, например, не могут игнорировать то обстоятельство, что в истории всего человечества таким движущим моментом было развитие производительных сил самого человека и средств производства. Правильно? Поэтому первое, что делают музеи, глядят, как и кибель, орудия, труда. И какие они сейчас. Но сейчас это не видно. Вот сейчас даже нет никакого музея, в котором бы показывали современное производство. Вы были когда-нибудь в музее, где показано, как сейчас обрабатывают металлы, как что-то создают? Нет такого музея. Вот вы можете в Литерийский музей пойти и узнать, как есть. И рядом стоят какие-то современные, довольно современные средства защиты от воздушного нападения. Это вы можете увидеть. А что стоит на заводах, и как вообще изготавливаются сегодня средства производства или другие вещи, вы это не узнаете. Например, как вы не задумывались с тем, как делают сосиски? И как они вот так в оболочке делают? И что это за технологии? А есть, например, такое понятие, как роторы. Роторная технология. Самая потеря производительности и потеря, так сказать, труда была в том, что вот вы что-то на одном станке, одну операцию сделали, потом взяли это, погрузили на тележку, повезли на другой станок. Или не на тележку погрузили, а погрузили, так сказать, на конвейер. И конвейер туда ведет. Конвейеры тоже бывают с принудительным ритмом. То есть, вот он мимо тебя проходит, не успеете это сделать, вы провалили, так сказать, свою работу. То есть, там надо прикрутить, а вы не успели прикрутить. И вы в таком напряжении находите. А есть конвейеры со свободным ритмом. Вам приходит корзинка с деталями. Вы свою операцию сделали со всеми деталями, потом ставите корзинку, и она дальше поехала. Поэтому там такие какие-то сбои бывают поддельные. Но в целом идет этот процесс непрерывно. И это будет просто колебание. К вам приходит чуть поменьше или чуть побольше. И от вас уходит. Или чуть меньше деталей. Или чуть побольше. Идет дальше к следующему человеку с учетом уже индивидуальных биологических каких-то особенностей. Это вот, скажем, современные конвейеры. Без принудительного ритма. А есть роторы. Вот современная такая технология, которая была в военные годы разработана у нас в Советском Союзе. Это что значит? Вот представьте себе барабан. И на нем идет движение. Барабан крутится. И пока он крутится, идет обработка детали. Вот это закончилась обработка вот в этом плане. Переходится на другой барабан, который вот так связан, межпокасательный. На втором барабане. Вторая обработка. Допустим, у вас 11 операций. Значит, 11 барабанов. Они вот так друг с другом связаны. И вы их сначала медленно вращаете, а потом все это ускоряется, ускоряется, ускоряется. А потом, видите, ваши сосиски оттуда вылетают. Или авторучки. Или патроны. Или снаряды. Летают, как из пулемета. Вот как пулемета. Как будто бы вы стреляете оттуда выскакивать. А не так, что вы что-то сделали, потом потащили, и вот все потеряется на этом вот. По дороге. Все успехи теряются в этом. Поэтому, конечно, когда люди приближаются к сущности, изучают сущность. А что, значит, вы изучаете? Вы изучаете не просто, какие были люди, как они внешне выглядели, а что они делали. А как, если вы их изучаете через то, что они делали, то изучаете их как творцов. А как творцы? Они творцы общества. И творцы своей жизни, и будущей жизни. То есть вы изучаете сущность человека. Поэтому скажете, о чем вы делаете? Музеологи. Да мы сущность человека изучаем. Брат, у вас какая специальность? Как вы туда попасть сегодня? Ну, к нам попасть невозможно. У нас уже сразу на входе пропускная система. Уже сразу отсекает. Так что и не думайте даже к нам попасть. У нас очень тут серьезно. У нас вообще занятия идут с одним человеком, один профессор занимается. Какого нигде больше нет. Ни на какого больше. Вкультете и в одном месте потоки. Вот сейчас покажем, как это здорово, как бывает. Вот это сила. А там соберут тысячи человек. И там вещают. Нет, у нас тут индивидуальные. У нас продукты сугубо штучные. А не то, что на поток поставили этих студентов. И сказали, давайте, идите, идите. Нет, у нас все тут. В следующий раз другой придет студент. И так и будет делать. Так, мы же не можем заставлять. У нас учатся по желанию. Есть желание? Учим. Нет желания? Не учим. Нет желания? Кто будет учить? Правильно? Логично? А то некоторые гоняются и начинают заставлять. Зачем заставлять? Люди сами пришли в университет. Не хотят учиться. И не надо их все равно выгонять со временем. Мы это знаем. И не надо этому, так сказать, ускорять этот процесс. Ну, сам человек отсохнет. Знаете, как бывает? Вот была веточка. Потом так-так-так-так. Музеологи же знают, как бывает. И вдруг эта веточка завяла, а другие веточки зелененькие. И на них цветы. Так что это тоже бывает. И чего? Зачем усугублять и нападать на этих студентов? Они сами мучаются, что они не пришли. Но в сущность еще это может еще не проникнуть. А оно еще проникнет. Особенно на экзамене. Когда некоторые на экзамен не сдадут. Это же тоже бывает. Но это все предусмотрено. У нас система же определенная. Из государственного университета. Государство по сущности. Сущность государства в чем? Что это такое? Сущность в чем? Как оно выглядит, это вы будете рассказывать долго. А сущность в чем государство? Механизм принуждения. А? Механизм принуждения. Да. Не просто принуждение. Это принуждение. Просто если вас стукнуть палкой, это принуждение. Это не сущность, это прямо вам под плечо попало. А сущность – это классовые принуждения, а не просто принуждения, а есть правящий класс. Вот сущность как раз в том, что это не вообще принуждение, а принуждение в интересах господствующего класса. Какой класс, такое и принуждение. Вы же понимаете разницу между принуждением в городовладельческом обществе, в феодальном? Мы сейчас в каком обществе? В память же? Ну вот, в буржуаз. Здесь какой правящий класс? В буржуазии, ну что вы хотите? В буржуазии будет принуждать. Она что делает? Она некоторых закрывает вузы. Уже за три года закрыли половину вузов. Сейчас. Три года половину вузов. Это доблестное наше министерство осуществило такое принуждение. Как вы понимаете, закрыть студентов, не принимать. Преподавателей выгнать. Куда? А никого не волнует, куда? Ну а тем более оставшиеся, а в оставшихся будет так. Кто не учится, этих тоже выгонять. Или те, кто неплохо преподает, тоже выгонять. Чех выгонять? Разгонять. А потом будет, а где наша наука? Ну, как говорится, какой класс, такое и принуждение. Буржуазии любят деньги считать. Зачем это вот на вас тратить деньги? На каких-то музеологов тратить деньги? Зачем они нужны? Закрыть эту специальность. Многие уже позакрывали. Или наборы маленькие там и так далее. Это философия. Вроде мы нужны, а с другой стороны, зачем эти философы? Что-то там рассуждают о всеобщем. Зачем нам всеобщем? Нам конкретно надо сейчас. Сейчас нам вот это надо и так далее. Поэтому понятно, что если люди философски образованы, они широко смотрят на мир и углубляются в сущность общественных явлений. А если они философски не образованы, они не понимают разницу между сущностью и явлением, между тем, что глубоко и что глубину составляет нашей жизни, и тем, что составляет самую поверхность. Это очень важно, что я пришел в пиджаке. Мог бы в свитере прийти. Вот проблема. Правильно. То есть это не... Что, от этого другие лекции? Нет. Но с другой стороны, вот в той же диалектике говорится, что форма существенная, сущность оформлена обязательно. Поэтому если человек с уважением относится к тем, с кого он учит или с кем он разговаривает, он, соответственно, и одевается. Не так, что он пришел играть в футбол, а так, что он пришел, так сказать, выполнять важную государственную миссию. Правильно? А мы наблюдаем по некоторым коллегам, что вот они такие распрыстные, ходят, как будто они уж совсем бедные родственники, и совсем ни сколько им не платят в университете. Но это не так. Чего-то и платят еще. Студенты, а вот какие у них маленькие стипендии, то они стараются так прийти сюда, как пришли, постигать знания, то есть с пониманием того, что это их формы подчеркиваются. Правильно? А не просто так. Так. Ну вот, это, так сказать, так называемый экзистенциализм, который у людей серьезных, знающих диалектическую философию, особенного вдохновения не вызывает. В центре философии экзистенциализма лежит проблема человеческой свободы. Ну вот, свободу они понимают как то, что состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении, в развитии ее сущностных сил. Человек свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается, проецирует свое бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности. То есть, все определяется собственной субъективностью. Вот если я делаю то, что хочу, это как назвать? Вот то, что мне хочется, то, что мне сейчас в голову пришло, то я и делаю. Как бы вы назвали? Какой категорию бы выразил? Ну вот, экзистенционалисты это выражает категорию свободы. А есть еще какая категория для выражения того, что хочу, то и ворочу. Как это называется? Ворочу. А? Это называется произвол. И вот первые люди такие толковые, знающие философии, различают произвол или свободу. Вот мне пришло в голову метнуть в вас какой-нибудь предмет. А раз мне это пришло в голову, то я взял и метнул. Это что такое будет? Свобода? Или это произвол? А что такое свобода? Вот, кажется, мы критикуем этих экзистенциалистов. А мы-то с вами знаем, что такое свобода, поскольку мы, если мы критикуем, то должны обоснованно критиковать. Вот что такое свобода? Как вы бы сказали? Нам сейчас никто с вами не мешает, мы остановимся и разберемся с тем, что такое свобода. Вам такое понятие нужно на всю жизнь? На всю жизнь нужно, правильно? Знать, что такое свобода. Потому что о свободе кто только не говорит. И столько разговоров идет о свободе, что хочется даже знать, а что это такое? Знаете, там шумят люди, свобода, свобода. А что такое? Что дают? Что такое это? Что такое это? Ну попробуйте сформулировать, что такое свобода. То есть вы приняли решение и спрыгнуть с третьего этажа. Мы советуем вам это не делать. Если хоть бы осознали, вот люди там, люди бы кончают жизнь самоубийством. Это осознанное принятие решения. Если они кончают действительно самоубийство. Это свобода. Какая-то степень. Да что такое? Свобода в степени. Ну неужели свобода может быть в степени? Как-то это не похоже на свободу. Один товарищ, один гражданин от такой жизни решил повеситься. То есть осознанно принял решение, вот как вы и излагаете. Ну поскольку он осознанно принял, он поставил стол, на стол поставил стул, залез на этот стул, взял веревку, прицепил ее к крюку, на котором висела люстра, надел петлю себе, или петлю, как вот сейчас говорят правильно, петлю, но как-то не очень благозвучно. Надел, короче говоря, на шее эту веревку себе, и последний раз решил оглядеть вот помещение в свою водку. И увидел на шкафу, он когда-то давно поставил туда полстакана ботки. И он решил, как это я буду уходить, тут оставь недопитую водку. Поэтому быстренько снял эту петлю, спрыгнул со стола, со стула на стол, со стола на землю, взял эту самую, взял стакан со шкафа, выпил, обратно, быстро, уже энергично так, после водки, залез снова на стол, на стул, надел петлю, и еще раз решил, ну, наобъедеть, надо же как-то с жизнью прощаться, как вот вы учили, что надо осознанно подходить к этому делу. И, значит, вот надо, говорит, все с этими земными делами. Покончить, смотрит окурок на другом шкафу, недокуренный. Потому он и называется окурок, что он недокуренный. И он соскочил, снял этот окурок, зажег, сел в кресло, а в это время уже водка его разбирала. И вот он сидит так, раздумался. И чего это, говорит, я задумал вешаться. Жизнь-то начинает налаживаться. Уже у него и водка, и папироска. Ну, вот это я разобрал. Не совсем философски, но больше критически разобрал. Вот такое представление, что свобода – это просто какое-то осознанно принято решение. А еще надо посмотреть, что за решение. Это решение может связано с уничтожением самой себя или других людей. Убийцы разве не осознанно принимают решение? То есть вы считаете, они свободны. Пришли и раз, вам топором по голове. Вот это действительно. То есть мы с вами не свободны, а убийцы свободны. Мы тут. Хочется кого-то пришибить, но мы это не делаем. То есть мы не свободны. А они, как только им придет в голову, что надо кого-то убить, они приходят и за себя стрелят его, и все. То есть все убийцы свободны, а мы с вами не свободны. Согласны? Вы не затеяли, не затеваете кого-нибудь, кто с вами такие вопросы задает? Допустим, взять его и убить, чтобы не задавал таких вопросов. Или вот прийти на экзамен и там осознанно сказать, что если не поставить пятерку, то и все, с ним скончать надо его. Значит, у Гегеля есть понимание свободы. Ну, мы обращаемся с вами в науке к кому? К великим, да? Вот. Тем более вы же музеолог, вы собираете наследие, в том числе духовное. Правильно? Книги Гегеля – это же духовное наследие, правда? То есть сами в музее должны быть они? Должны. Причем не мертвыми такими, а их все открывают и читают. Иногда. А если их никогда никто не открывает, какое же это наследие? То есть это не наследие, а что-то мертвое совершенно, на какой-то предмет. То есть музейные экспонаты – это не должны быть просто мертвыми. Это не обязательно именно этот. Надо же этот открывать, ветхую книгу, и именно ей ушли сеть. Нет, вы там один раз микрофильм сделали с этой книги, и, пожалуйста, любой может включить и будет читать так. Микрофильмирование имеется. Или вы это передали в интернете, повесили, да? Все сосканировали, и эту книгу можно читать. И вот в этой книге мы прочитали у Гегеля, что свобода есть осознанная необходимость. Это не похоже на то, что вы сказали этом сознательно принято решить. Осознанная необходимость. Осознанная необходимость. У нас осталось сколько? Шесть минут, да? Да. Закончание. Осознанная необходимость. И Энгельс тоже повторяет эту фразу, но он не говорит, что это определение свободы. Дело в том, что иногда кажется, что вот такая фраза свобода есть осознанная необходимость. Это определение свободы. А если я скажу, розы есть растение, это определение розы? Нет. Тогда иначе может получиться, ведь крапива тоже растение, тогда я перепутаю розу и крапиву или кактус. Тут недавно я прочитал в воде метро, что этот, что кактус, это истощавший огурец. неудачливый огурец. То есть, такого рода высказывания, это есть, не обязательно это определение, это правильно, это осуждение о свободе. Да, свобода есть осознанная, а что это такое? Вот у Маркса есть определение свободы, которое я вам советую один раз записать и на всю жизнь запомнить. Свобода – это господство над обстоятельствами и сознанием дела. Господство над обстоятельствами и сознанием дела. Во-первых, тут есть то, что вы хотели выразить, то есть, надо соображать. Сознанием дела, господством над обстоятельствами, думать надо и сознательно принимать решение. Правильно? Вот то, что вы хотели сказать, тут присутствует, но тут присутствует не только это, что вы принимаете решение, Но вот вас призывают господствовать над обстоятельствами. А что значит господствовать над обстоятельствами? Если обстоятельства над вами господствуются, вот вам хочется туда, пойти туда. А не можете вы этого сделать, потому что надо туда идти, вас толкает жизненные обстоятельства, сюда идти. Хотите вы или не хотите, надо завтракать, обедать, ужинать. А из-за этого приходится идти или зарабатывать, или искать источник дохода и так далее. То есть многое человек делает по необходимости, а не потому, что он этого хочет, и не он господствует над обстоятельствами, а обстоятельства господствуют над ним. Правильно? И если над ним господствует обстоятельства, он не свободен. Вот разберем такой пример с этой фразой «Свобода есть осознанная необходимость». Если это осознанная необходимость, то вот человек совершил преступление, украл 100 тысяч рублей, его посадили на 7 лет. И он первые два года просидел и осознал, что вообще воровать нехорошо. И что вообще тех, кто ворует, надо сажать. И он осознал необходимость того, что он сидит. И осталось все, что ему сидеть 5 лет. Что, он теперь свободен, если он эту необходимость осознал? Нет, он не свободен, он в тюрьме. Поэтому есть даже анекдот такой. Один сидит в тюрьме спокойно, а другой нервно так ходит перед ним. Двое они в камере. Вот который сидит, тому, который ходит, говорит, слушай, что он тут вот так все ходит? Он говорит, давай я тебе расскажу теорию относительности, тот, который сидит. Тот говорит, ну это будет долго и непонятно. Нет, говорит, я тебе расскажу просто и понятно. Вот ты все ходишь, да? Ну все относительно. На самом деле ты сидишь. А сколько он ходит в тюрьме? То есть если нет господства над обстоятельствами, то свободы нет. Это с одной стороны. С другой стороны, а господство над обстоятельствами абсолютно или нет? Вы можете отменить закон семерного текотения. Не можете. Поэтому вам никто ведь не запрещает, вы прыгаете из окон. Но никто и не рекомендует. Я, например, не рекомендую. Когда будете прыгать, то на меня не ссылайтесь. По крайней мере. Потому что вам кажется, что может он и не действует. Он для всех действует, для вас может не действовать. Но из-за господства над обстоятельствами со знанием дела. Надо закону природы знать и общество. Если человек хочет господства над обстоятельствами, не зная законов природы и общества, он не свободен. Правильно? Шел в комнату, попал в другую. Схватился за сковородку, а у него температура 300 градусов. И у него так же печать тут образовалась. Ну так надо знать, что если при соприкосновении с предметами, которые нагреты до такой температуры, у вас будет сильный ожог. И так далее. Поэтому это очень глубокое определение. То есть это господство над обстоятельством, но не абсолютные, осознанием дела. Вы не можете господствовать без учета тех объективных законов, которыми вы никакими своими желаниями не перевернете. Правильно? Если есть закон ома, то он и действует закон ома. И от того, что вам не нравится, что вот так-то он связан с сопротивлением и с напряжением и силой тока, то от вашего желания никак не зависит действие этого закона. И если при напряжении там свыше 500 вольт, если вы так вот притронетесь к двум колесам, то вы превратитесь в кусочек угля. И это от вашего желания уже не зависит. А вы вот так сказать, раз я решил вот так сделать, вот так вы решили сделать. А это уже произвол. Вот смотрите, мы различили, сразу отбросили. Произвол, произвол. Чего хочу, то и ворочу. И свободу. А свобода – это, конечно, осознание необходимости. Осознание необходимости. Это вот как раз осознание законов. То, что... И только тогда вы будете свободны, если вы будете законы знать. Но если вы законы будете знать, ничего не делать, и не господствовать будете над обстоятельствами, то тогда зачем вы тогда их изучали, эти законы? Вы же сделали так, чтобы вы изучили барьеры, чтобы через какие-то барьеры перешагнуть, а не для того, чтобы они остановили вас, как человека, в решении каких-то своих жизненных задач. Вот это очень глубокое понимание свободы. И нужно вот этим овладеть. Вот товарищи, понимаешь, не прикиньте, Олексей, не знают, что такое свобода. Их даже жалко. Поэтому люди, которые знают, что такое свобода, когда они читают этих юридиационалистов, что человек свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается проецировать своё бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности. Ну, как вы будете ничем, если вы не знаете законов природы и общества? И никакой свободы у вас не будет. А сущность свободы – полная независимость от того, что есть. А может быть, полная независимость от того, что есть? Нет, конечно. Но в таком случае свобода становится формой проявления крайнего индивидуализма. Такое понимание свободы приводит к тому, что свобода становится своеобразным бременем. Бременем является и выбор. Человек его должен выбирать. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать как все. Но этот отказ происходит вместе с отказом себя, как к личности. И экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. Все это ложное с точки зрения экзистенциализма, а не подлинное бытие. Мнимым является и человеческое общение. Может быть, эти товарищи, которые не пришли, и студенты, решили, что человеческое общение является мнимым, и не пришли, как и экзистенциализм. Экзистенциализм может такое быть? Может, они уже сами пассивили это учение? Перерыв. Мы законы знаем, в том числе и юридически. Перерыв – это святое. Продолжение следует...